Добрый день! Мы сегодня с компанией Сингента обсуждаем ситуацию на овощном поле юга России. Как известно, влажная весна затянула сроки сева овощей на юге страны и возникли у овощеводов сложности. Вот какие рекомендации компания Сингента в связи с этим могла бы дать на будущее, может быть, еще и на текущий сезон тоже? Пожалуйста, Александр Пантелеич. Ну, в первую очередь, я хотел бы представиться. Меня зовут Александр Хаджиди. Я менеджер по маркетингу специальной культуры и овощей компании Сингента. Что могу сказать по поводу вопроса, который вы заняли? Ну, в первую очередь, то, что обильное количество осадков будет влиять именно на... Да, это будет положительно сказываться влага в почве на всходы, на дальнейшее развитие культуры, но это будет также и влиять на фитосанитарное состояние в поле. Оно будет очень сильно влиять на развитие болезней, как в начальный период, как уже сказали, что большое количество влаги растения могут задыхаться. Это и будет влиять и на развитие болезней. И в дальнейшем, также, в зависимости от погодных условий, также будет влиять на развитие болезней именно на овощах. Поэтому я бы особое внимание уделил именно при построении системы защиты от болезней и вредителей овощных культур, чтобы правильно подобрать фунгициды, инсектициды, правильно составить чередование продуктов и именно контролировать все основные заболевания. Да, хорошо. Вот скажите, пожалуйста, в связи с этим, ждать нужно беды или упреждающие действия необходимо предпринимать огороднику? Ну, в первую очередь, когда мы будем ждать беды, как говорится, мы можем проморгать именно период заражения, потому что от видимого, когда мы видим заболевание в поле, от момента заражения до того, как мы увидели заболевание в поле, проходит достаточно большое количество времени. Это от недели и иногда больше, в зависимости от погодных условий, температуры. И это мы как раз, когда увидели заболевание в поле, мы уже выпускаем момент. Для защиты овощей и картофеля я бы больше рекомендовал построение защиты именно фунгицидами болезней, как профилактические. Не дожидаться каких-то складывающихся условий, а именно построить защиту так, что в нужные периоды, фазы, когда могут развиваться болезни, уже работать препаратами, потому что когда мы уже увидели заболевание, это можно сказать, что мы уже потеряли часть урожая. Так мы будем работать вовремя, у нас сохранятся чистые растения, в будущем чистые плоды, урожай, которым фермеры смогут реализовать по хорошей цене и, естественно, получить хорошую прибыль. Но это касается не только картофеля и по луку, тем же рекомендациям и по всем остальным культурам. Это по всем овощным культурам, именно строить защиту с упором на профилактические. Также, допустим, если смотреть на луг, те же самые вредители, тот же самый трипс, который имеет большое значение в поле, нужно контролировать его, вести мониторинг. При первом появлении вредителя уже начинать обработки. Не просто там дождаться порога вредности, а именно при первом появлении вредителя трипса уже начинать обработки. Ну и, естественно, следить с помощью, если это на поливе, системой полива, удобрениями и правильной системой защиты, подбором правильных инсектицидов, можно избежать этой беды. Ну, наверное, вот в такую весну особенно важно следить за нормами полива, чтобы не переборщить и чтобы не навредить растениям. Да, естественно, нужно контролировать норму полива, потому что достаточное количество влаги было, и нужно смотреть именно по потребности растений. Может быть, даже некоторые поливы отменять, это в зависимости от уже текущей ситуации в поле. Вот мы недавно проводили встречу овощеводов в Волгоградской области, и особенно представители малых хозяйств овощеводческих жаловались на то, что урожайность падает, болезни сильно вредят, и в результате там, где получали 100 тонн с гектара, начинают получать 60, и уже затраты не окупаются. В чем вы видите главную, может быть, причину? Каковы типичные ошибки овощеводов, которые начинают хорошо, особенно на целинном участке, а затем урожаи падают, и возникает разочарование? Ну, я, наверное, думаю, в первую очередь, не могу конкретно сказать, в каждом конкретном поле, но могу сказать определенные ошибки. Это, в первую очередь, может быть неправильный выбор препаратов. Ну, люди не смогли точно идентифицировать, какая болезнь присутствует на поле, на культуре, на томате, огурце, луке, капусте, неважно, на овощной культуре. И из-за этого не смогли правильно подобрать препарат, который бы в полной мере защитил именно от болезни. Допустим, если касаться препаратов компании Сингент, у нас большой широкий ассортимент продуктов, которые нужно именно правильно выбирать. Выходят новые продукты, те же самые новые продукты фунгициды, это Ридамил Голд Эр, который на основе феноксама и меди. У него есть свое место в защите. Есть другие продукты, у которых есть свое место в защите. И нужно правильно выбрать это место и правильно составить чередование. Потому что идет не одна обработка, а от трех до шести обработок при защите от болезни. И нужно правильно эти обработки составить. Скажите, насколько важно сочетать грамотный овощной севооборот с препаратами? Потому что фермеры часто жалуются, что, дескать, вот морковку выращиваю, а она гниет. А выясняется, что морковка идет два года подряд на том же поле. Ну, в первую очередь, грамотный севооборот это не только в овощном, это вообще в любой культуре важно. Потому что, когда вы выращиваете культуру, есть свойственные определенные болезни, которые со временем накапливаются. Да, есть заболевания, которые могут переходить от одной культуры к другой. Но вот когда мы составляем правильный севооборот, мы как раз и контролируем то, чтобы вот эти заболевания, которые накапливаются на культуре, не переходили из года в год. Первый год вы высадили, они накопились в почве на остатках. Второй год вы высадили, еще больше эпифициционный фонд накапливается. А когда у вас есть чередование, то получается, что вы как бы ограничиваете развитие этой болезни другой культурой, потому что у нее свои патогены, они могут не передаваться. Поэтому правильный севооборот это в первую очередь соблюдение фитосанитарной ситуации, снижение фитосанитарной нагрузки в поле. И дальше уже согласно правильного севооборота мы составляем правильную систему защиты по очередованию действующих веществ, по очередованию продуктов для контроля заболеваний именно в нужные периоды, потому что у каждого заболевания есть определенные периоды развития и периоды вредоносности на культуру. Допустим, те же самые гниль моркови, против нее тоже нужно выбирать правильные препараты. И вот как раз севооборот и правильный выбор препарата позволит именно решить эту проблему. Да. Скажите, как вы строите, как ваша компания строит взаимоотношения с покупателями вашей продукции, ваших препаратов, семян? Вы оказываете поддержку на этапе выращивания? Речь идет об агросопровождении. Вот это вот насколько важная составная часть вашей работы? Есть такой момент. Есть у нас агросопровождение. Ну, основные продажи мы ведем, конечно, через дистрибьюторскую сеть. Хозяйства могут обратиться к нашим официальным дистрибьюторам, чтобы купить наши продукты. У них есть полный ассортимент от любого продукта, как для полевых культур, Туальта Супер, также для специализированных культур, CD или Топ, Redemil Gold, Эллы Новые. Они это все могут обратиться к нашим официальным дистрибьюторам. Но также в каждой зоне, в каждом районе от Ростовской области, Краснодарском крае, у нас есть штат наших менеджеров, которые работают с хозяйствами. Хозяйство может обратиться в наш офис компании в регионе и попросить консультацию, либо обратиться на нашу горячую линию. У нас есть горячая линия с номером телефона, куда каждый фермер может позвонить и получить консультацию. Если, допустим, консультацию удаленно по горячей линии невозможно будет решить, то горячая линия передаст эту информацию менеджеру, который находится в этой зоне, и он подъедет для дальнейшего проводения консультаций именно уже в поле, конкретно применимо к этой ситуации. То есть можно оперативно возникшие вопросы разрешить. Это крайне важно, поскольку, естественно, фермер или руководитель хозяйства, агроном не всегда знает нюансы. Да, да, да. Все можно решить оперативно. Да. Это дополнительная услуга. Или как? Нет, мы оказываем консультации всем хозяйствам, которые покупают наши продукты. Если им не требуется наша помощь, то мы всегда ее окажем. Ясно. Хорошо. Ну вот перечень вопросов, которые у меня были. Ответы, на мой взгляд, убедительные. Спасибо вам. Ну, я хотел бы еще добавить. Мы не останавливаемся на существующих продуктах, существующих сервисах. У нас развиваются как продукты. Мы получаем новые регистрации. Допустим, вот то же самое мы морковь затронули. Да, да. Мы получаем регистрацию цидели топ, но продукты, которые широко используются в тех же самых садах, на плодовых культурах. Сейчас мы расширяем регистрацию для контроля заболеваний и на моркови. Это цидели топ. Плюс получаем расширение новых инсектицидов. Тот же самый новый продукт. Это новый инсектиокорицид Лирум. Сейчас у него пока есть регистрация на томатах и огурцах закрытого грунта. В ближайшее время ждем регистрацию на открытый грунт. Это на лук, томаты и капусту для контроля трипсов, клещей. И плюс мы также и ведем цифровые сервисы. Те же самые системы Кропвайс, которая помогает хозяйствам контролировать поля, ситуацию в поле. И плюс позволяет с помощью цифровых сервисов решать разные проблемы. Поэтому мы пытаемся оказывать не просто системой защиты семенами овощных культур, которые мы предлагаем, но и предлагать дополнительные сервисы, которые помогли бы облегчили работу хозяйств поля. Да, цифровое направление, конечно, это перспектива для всех отраслей сельского хозяйства. Да, замечательно. Спасибо. Спасибо вам.